Компания «Уралэнергосбыт» запустила новый сервис «Личный кабинет для физических лиц». Для того, чтобы зарегистрироваться в нем, потребителю необходимо зайти на наш официальный сайт «Уралэнергосбыта», перейти по ссылке «Личный кабинет», далее необходимо ввести номер телефона, подтвердить его с помощью кода, полученного в SMS-сообщении, ввести адрес электронной почты и добавить лицевой счет, по которому оплачивается электрическая энергия. На самом деле электронная почта – это один из современных способов коммуникации потребителя и нашей компании. В ближайшее время мы планируем запустить дополнительные услуги, такие как информирование путем направления писем на электронную почту, как о задолженности, так и об истечении межповерочного интервала, для того, чтобы потребитель мог своевременно заменить приборы учета и избежать излишних трат. Многие наши потребители, проявляя заботу о своих близких, берут на себя хлопоты по ведению коммунальных счетов за родителей, например. Поэтому каждый наш потребитель может присоединить в личный кабинет не только лицевой счет по своей квартире, но и по квартире своих родственников. Это позволит оперативно передавать информацию о показаниях, отслеживать начисления, а в дальнейшем и производить оплату. В настоящий момент в нашем личном кабинете потребителям доступны базовые функции, такие как можно отследить межповерочный интервал своего прибора учета. Тем самым потребитель может избежать мошенников, которые агитируют менять приборы учетов в тех случаях, когда это не требуется. Кроме того, потребитель может передавать контрольные показания. Это способствует правильности начисления. Потребитель также может посмотреть историю выставленных счетов. И в ближайшее время наша компания планирует запустить услугу по оплате и потребленной электрической энергии с помощью личного кабинета. Призываю всех потребителей в целях экономии своего собственного времени не тратить его на посещение офисов очного обслуживания, а зайти на сайт Уралэнергосбыта, зарегистрироваться в личном кабинете и оценить все его функции. Продолжение следует...